Из-за сильных дождей там переполнились дренажные и ливневые каналы, а также русла горных рек. В итоге бурные потоки хлынули на улицы станицы поселков. Больше всего досталась станицы Баговской. Зашла вода и в один дом. Уровень достигал 10 сантиметров. На данный момент ситуация стабилизировалась. Мы уже оповестили жителей предгорных территорий о подъеме уровня рек. Выставили посты на водоемах. Поручил главам круглосуточно держать ситуацию на личном контроле. Если потребуется эвакуация, готовы места для временного размещения людей. В помощь местным спасателям направлены краевые. При необходимости будут задействованы дополнительные силы и средства. В случае опасности для местных жителей подготовлены места для эвакуации. Сотрудники МЧС перешли на усиленный режим работы. Они следят за прогнозами синоптиков. Продолжает действовать штурговое предупреждение, связанное с сильными осадками, усилением ветра и градом. В ночь на 20 мая прогноз оправдался. В Мостовском районе в результате обильных осадков были подтоплены придворовые территории в двух населенных пунктах. Организована работа по чистке подмостового пространства и ливневых канализаций. Сейчас в районе работают комиссии по оценке ущерба. Городские службы проводят расчистку улиц от илой мусора. Коммуникации не пострадали, погибших нет. Спасатели напомнили кубанцам и гостям региона о соблюдении мер безопасности. Кроме того, восстановлен поврежденный мост, который связывает поселки Узловой и Бугунжа с районным центром.